Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елены Косолаповой. В этом выпуске поговорим о развитии международного транспортного коридора «Север-Юг» и о том, какие возможности он открывает для его участников. В гостях у нас в студии сегодня Эмиль Меджидов, партнер компании «Ротас Консалтинг» и Наталья Задонская, начальник отдела международного взаимодействия и логистики автономно-некоммерческой организации «Дирекция международных транспортных коридоров». Уважаемые эксперты, здравствуйте! Добро пожаловать! Добрый день! Добрый день! Наталья Сергеевна, хочу начать с вас. Итак, коридор «Север-Юг» достаточно давно, он уже существует, наверное, где-то порядка 25 лет. Вообще, межправительственное соглашение о его создании было подписано в 2000 году, насколько мне известно. Но попытки развивать этот маршрут были и до этого. Однако за все эти годы объем грузов, которые перевозятся по этому направлению, объективно говоря, небольшой. Как вы считаете, может ли в современных условиях вот эта ситуация измениться, есть ли для этого предпосылки, возможности, особенно с учетом того, что сейчас многие традиционные транспортные маршруты испытывают очень большие проблемы. Ну, допустим, маршрут через Суэцкий канал из-за атак пуситов, которые уже несколько месяцев не прекращаются. Сейчас он очень сильно сократил перевозку грузов, стал небезопасным, и многие торговые суда его обходят. Елена, спасибо большое за такой развернутый вопрос. Конечно, хочу отметить следующее. Безусловно, у Севера и Юга есть потенциал, и он крайне большой и крайне важный для наших стран, и для Азербайджана, и для России. И с 2000 года вы действительно, вы право, да, не занимались до конца этим маршрутом. Возможно, он не был востребован у нашего бизнеса. И не только у российского, у азербайджанского, да и у всех участников международного транспортного коридора Север-Юг. А вот как раз именно три года назад и наша дирекция, в том числе и правительство Российской Федерации, создавала именно для таких целей, для развития международного транспортного коридора Север-Юг. Был предусмотрен комплекс мер по его развитию, мы активно в нем участвовали. Ну, одним из первых пунктов, кстати говоря, было активное продвижение популяризации МТК Север-Юг. Я думаю, что с этим мы точно справились, потому что сейчас я, ну, по крайней мере в Российской Федерации, очень много этому посвящается внимания. Мы стараемся привлечь бизнес для работы на МТК Север-Юг. И плюс ко всему, конечно же, у России разработаны дорожные карты по развитию МТК Север-Юг, как внутри России, так и с сопряжениями с другими государствами. Конечно, Азербайджан выступает у нас таким главным стратегическим партнером в развитии МТК Север-Юг. Поэтому перспективы есть, и бизнес это отмечает. Восточный маршрут вообще уже запущены, как бы контейнерные перевозки на регулярной основе идут. Это большой скачок. То есть, да, с 2000 года был некий такой, некое затишье, я бы сказала, да, по развитию коридора. Но вместе с тем, как только правительство поставило такие меры, и плюс ко всему и бизнес обратил внимание на то, что есть такие возможности, да, это действительно альтернатива советскому каналу, вы правильно сказали, сокращение пути доставки. Сейчас мы работаем над тем, чтобы и стоимость доставки сокращалась. Конечно, это вопрос непростой, потому что, вы понимаете, мультимодальный транспортный коридор, это несколько видов транспорта, да. Даже если мы возьмем западную ветку, которая ближе всего Азербайджану и которая задействована западный маршрут МТК Север-Юг, то здесь у нас и железнодорожные перевозки, и автомобильные перевозки. Я как бы как практик могу сказать, я вот буквально на прошлой неделе проехала от Азербайджанской, Азербайджанской до Дзербента весь этот маршрут буквально своими ногами. Поэтому, может быть, это даже зрителям будет еще более интересно, поделюсь своими впечатлениями. Потому что была такая у нас задача и цель, и в рамках межправительственных комиссий, посмотреть своими глазами, то есть наше Министерство транспорта и при участии автомобильного агентства Азербайджана. Мы хотели сами убедиться, настолько ли развитие Север-Юга сейчас произошло существенно. В плане инфраструктуры вы имеете в виду. Да, именно инфраструктурно, потому что часто бывают у транспортно-логистических компаний, да и вообще в сфере бизнеса, споры о том, а что первично. Конечно, инфраструктура или все-таки грузовая база, да. Но вместе с тем, согласитесь, если уже некий маршрут у нас есть, он существует, развивать его крайне необходимо, и тогда уже и грузовая база, возможно, подтянется. Вот. Грузовую базу мы и привлекаем возможностями, новыми сервисами, которые открываются. Поэтому было очень приятно отметить, что наши погранпереходы в очень хорошем состоянии. У Азербайджанской республики, ну, просто можно аплодировать, если честно, и дорогам автомобильным. И тому, как это все организовано непосредственно на погранпунктах, нам продемонстрировали и таможенные органы Азербайджана. Насколько быстро, там, за 20 минут буквально оформляются документы у каждого водителя. То есть нет никаких простоев. Ну, конечно же, связь мы и хотели, и посадили, наконец-то, за один стол переговоров три страны. То есть Россия, Иран, Азербайджан в части автомобильного транспорта. Это было крайне важно. Мы показали и иранской стороне о том, как должны работать пункты пропуска. И, ну, хочу сказать, что я уверена, что иранская сторона тоже присоединится. И западный маршрут в скором времени, он будет еще более легкодоступным, скажем так, более качественным для перевоза грузов. Это вот если вот так вот вкратце концептуально. Поэтому, конечно, есть перспективы. И транс-каспийский маршрут развивается. Но у нас вообще, вы знаете, что с Азербайджаном стратегические, наши стратегически важные партнеры. Конечно, для России это крайне важно обратить внимание и способствовать любому сопряжению планов. Поэтому у нас и бакинская декларация подписана была в 2022 году. Но я, опять же, как практика, я все время люблю это все, так сказать, пощупать руками и походить ногами, да, посмотреть. И опросить тех же водителей наших или тех же железнодорожных перевозчиков, какие есть непосредственно проблемы. Но стараемся все учитывать и исправлять по возможности. Вот как-то так, Лена. Эмиль Малин, к вам хочу обратиться. Ну, действительно, в последние годы гораздо больше стали говорить о вот этом коридоре, север-юг, чем было до этого, лет 10 еще назад. И действительно, есть огромное желание не только в России, но и в других странах, через которые проходит этот коридор, развивать его. И в Азербайджане у нас, и в Иране. Об этом говорится и на самом высоком уровне достаточно часто. Ну, тут такой момент. Две страны здесь, на этом маршруте, находятся под очень большим количеством санкций. Россия и Иран занимают первое и второе место в мире по вообще числу введенных санкций когда-либо. Как вы считаете, не помешает ли в этот факт развитию этого коридора? Ну, если сказать очень коротко, то уже мешает. И это неизбежная реальность, к сожалению. Ее надо осознавать. Если меня спросите, вообще тот факт, что в Иране до сих пор, к 2024 году, нету разведвленной, развитой сетки железных дорог, это в итоге результат многолетних санкций международной политики. Ну, когда это исправится, как это исправится, это, наверное, не в наших силах. Мы на это достоверно ответить не можем и должны работать с реальностью. Вот это как бы то, что есть. Влияние есть. И оно, его интересное особенность заключается в том, что, например, большая часть санкций в отношении Ирана написаны таким образом, что позволяют внедрившим их западным странам интерпретировать их в том или ином виде. Это специфика написания санкций. А это создает, естественно, определенную, точнее, неопределенность на маршруте и неопределенность в отношении инвестиционных решений и так далее. То есть это длинная цепочка, достаточно хитрая, и которая оказывает непосредственное влияние на маршрут. Я хотел бы парочку вопросов, парочку ответов прокомментировать ваших, потому что спасибо большое за такое справедливое замечание. Сегодня Азербайджан действительно отстроил свою часть маршрута. Мы оба участка основных дороги превратили в действительно первоклассные. У нас переходы пограничные и таможенные, они действительно, так скажем, первоклассные, я тоже там был. Они способны работать в таком круглосуточном режиме с большой пропускной способностью. Но если вы меня спросите, наверное, они должны быть еще в два раза больше. Потому что мы говорим... Нет, это дело совершенствует. Да, мы сейчас говорим, например, как Азербайджан довел свои пропускные способности до нескольких сот машин в день. Ну, так, грузовых, больших машин. Что серьезный показатель, он достаточно такой значимый. А ведь нам для того, чтобы действительно маршрут раскрутить, нужно больше, чем тысяча, как минимум. Да, но мы же не одни. Есть южные соседи, есть северные соседи. В Дагестане, будем честными, иногда отстают в выполнении программы. Правда, в последнее время, ну, как бы, я с вашего разрешения считаю, что мы немножко впереди. Ну, так как мы находимся на азербайджанской земле, то, конечно, я признаю и лидерство Азербайджана, да. Потому что, действительно, на меня произвели большое впечатление по гранд-переходу и пункту пропуска. Это нельзя не отметить, безусловно. И очень хорошее состояние дорог. Спасибо большое. Вот это было прям приятно. И только благодаря этому мы выдержали очень сложный маршрут, потому что начали его в 7 утра и закончили в 4 утра. То есть, благодаря этому, видимо, в хорошем состоянии. Я это хвастаюсь, я это хвастаюсь благонамеренно. То есть, я говорю, что мы действительно работаем над тем, чтобы эта торговая ось и транзитная ось работала. То есть, мы в этом смысле демонстрируем собственное такое доброе и правильное отношение к вопросу. Я, исходя из этого, на самом деле, немножко хвастаюсь. Ну, вы правы. Я вот даже как чуть раньше давала такое небольшое интервью и комментарий, да. Я хочу отметить, что даже президент Азербайджана, господин Алиев, он большое внимание сам лично уделяет этому вопросу. То есть, у него есть такой хозяйственный подход. Ведь он многие объекты, в том числе после реконструкции, открывал, лично приезжал. То есть, это заметно его влияние, его личное участие. А это всегда очень стимулирует и все органы власти, в том числе и исполнители, да, к работе эффективной. Не просто, он еще в курсе реалий на каждом из этих объектов. Я понимаю. Поэтому это важно. Это очень заметно было на территории Азербайджанской республики. Но, как коллега заметил, это правда. Есть некоторые ограничения. Но я насчет Дагестана все-таки не соглашусь, потому что наш Ирак Казмоляр, мы как раз его посетили. Он сейчас после уже... Конечно, там еще реконструкция продолжается. Уже 10 полос активно работают, задействованы. Но, в принципе, очередей мы там не наблюдали. Вот это я могу сказать на прошлой неделе буквально. То есть, прям с колес могу вам такую информацию сказать. Есть еще подъездные дороги, есть много других. Ну, хорошо. Ладно, камин в огород принят. Но у России есть все-таки дорожные карты по развитию этих дорог. Мне кажется, сейчас все работают. И Иран в том числе. Может быть, Иран в меньшей степени. Но, тем не менее, там тоже и железная дорога строится. И вот в плане развития инфраструктуры. Наталья Сергеевна, к вам вопрос. Вообще, если сравнивать различные виды грузоперевозок, считается, что самые дешевые, самые удобные, это все-таки морские. Да, через океан. Если говорить про сухопутные перевозки, то самыми удобными, быстрыми, дешевыми считаются контейнерные через железную дорогу. Насколько, на ваш взгляд, это применимо к коридору Север-Юг? Стоит ли нам сконцентрироваться именно на контейнерных, железнодорожных? Или все-таки специфика коридора предполагает, что нужно развивать какие-то, может быть, другие, может быть, паромные, может быть, автомобильные? Ну, вы знаете, за паромные мы уже давно, так сказать, двумя руками выступаем, потому что это крайне важно. Но тут вопрос наличия паромов, открытия регулярных линий. Иран сейчас вот тоже, например, продемонстрировала, они открыли новый порт Каспиан, и порт Баку мы готовы тоже задействовать, всегда с радостью, как бы, Россия. Но вопрос наличия самих паромов. Сейчас этот вопрос еще существует, то есть, может быть, их недостаток. Вместе с тем, то, что вы сказали по поводу контейнерных перевозок, да, Россия сейчас и уголь, вы знаете, контейнерами. Планируется уже начиная, так сказать, этот проект по поставкам угля именно в контейнерах. Тот зависит от вида грузов, потому что, допустим, я посетила вот ТЛЦ Астара, железнодорожная, кстати говоря, управляет ей азербайджанская компания. Очень хорошо у них тоже организована работа. Но они сказали следующее. Не все виды грузов возможно перевозить железными дорогами. А у нас все-таки сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция – это один из таких глобальных наших видов грузов, которым, так сказать, и Азербайджанская республика нам поставляет в Россию. И тут уже как бы вагонами или контейнерами не повезешь, соответственно, сельскохозяйственную продукцию. Поэтому автомобильный транспорт нам всегда в помощь. Его недооценивать нельзя. И он, кстати говоря, иногда бывает даже дешевле, чем железнодорожные перевозки. Это тоже подтверждают и наши логистические компании, и наши потребители, так сказать, продукции. И гораздо удобнее транспортное средство под Скоропорт – это буквально чуть ли не торговля с колес. Вы знаете, у нас есть Фуд-Сити в Москве. Азербайджан очень активно тоже работает по этому направлению. Поэтому, в общем-то, все виды хороши, просто зависят от вида продукции. Кстати, вот действительно, по поводу того, какие грузы будут перевозиться по этому маршруту. Я имею в виду и структуру грузов разновидностей, и источник грузов. То есть, из каких стран эти грузы, какие самые основные должны быть? Ну, вот сейчас Россия вообще старается тоже более глобально к этому маршруту подойти. И, так сказать, сопредельные страны, в том числе, задействовать в участии в грузонаполнении маршрута Север-Юг. Очень активно мы рассматриваем близлежащие наши, так сказать, соседние страны. Да даже и Пакистан, в том числе, Индию, конечно же. С Индией очень активно тоже проводится работа. И даже африканские страны, как ни страны. То есть, и, конечно же, страны Персидского залива, пожалуйста. Это наши арабские партнеры. И сейчас уже есть отклик определенный. У нас был Питерский экономический форум и Казанский форум, на котором переговоры с Оманом проводили активно. Они тоже готовы участвовать. Но они как бы и есть по соглашению участники МТК Север-Юг. Но сейчас, вы правильно сказали, с 2000 года было такое затишье. Но увидев нашу инициативу, в том числе Азербайджанской республики, Российской Федерации и Ирана в том числе, они, видимо, начали также подключаться. Они поняли, что этот маршрут можно использовать. Я надеюсь, все-таки грузопоток будет увеличен. И за счет арабских государств в том числе. Но Россия приветствует это. Мы всячески готовы любые соглашения подписывать. И вот переговоры уже активно велись у нас на самом высоком уровне. Эмиль Малим, к вам хочу обратиться. Почему России этот коридор так интересен, нужен, это, в принципе, понятно. Потому что раньше в основном это была торговля с Европой или через Европу, через европейские порты. Сейчас европейские порты фактически под запретом для российских грузоотправителей. Значит, нужны какие-то альтернативные маршруты. Ну вот, допустим, маршрут Север-Юг. А чем этот коридор интересен, может быть, для Азербайджана? Ну, кроме, понятно, что дохода от транзита грузов. Есть такой исторический факт. Каждые 30 километров вокруг Абширона, на север, на юг, располагаются караван-сарай. Древние, почти одинаковые, по которым, так скажем, шли древние караваны. Очень мало кто понимает, что на самом деле эти караваны обслуживали маршрут Север-Юг. Основным торговым маршрутом историческим для Азербайджана является именно Север-Южное направление. Как исторический факт, это надо помнить. Да, это было не совсем так последние 30 лет. Но для меня это напоминание о том, где находится настоящий потенциал. Потенциал находится на двух гигантских и очень объемных рынках, которые находятся к северу и к югу от нас. Это мы должны понимать и помнить. Теперь, всегда я считаю, как говорится, бочку с медом, надо ложку дегтя добавлять. Есть, например, какая грустная правда. В 2000 году мы были единственной веткой. Когда говорили Север-Юг, говорили про маршрут Россия-Азербайджан-Иран. Сегодня Север-Юг это три ветки. И Азербайджан участвует только на одной. На кого мы должны за это обижаться? Наверное, вообще не на кого. Мы должны, наверное, над своим маршрутом работать. Я, если честно, ситуацию понимаю так. Еще один факт, который я, кстати, абсолютно с вами согласен. Если вы посмотрите на динамику, вы увидите, что в последние 3-4 года на всех маршрутах и подмаршрутах автомобильный транспорт растет опережающими темпами. Он растет быстрее, чем железнодорожный. И у этого есть целый ряд объективных и субъективных причин. Если мы говорим о объективных причинах, то надо помнить о том, что ветка Аля-Тастара Азербайджанской железной дороги не имела транзитного значения в советские времена. Она была, по большому счету, веткой двойного назначения. А сегодня мы ее используем как экономическую, коммерческую ветку. И это фактор. Но другой фактор, это то, что, опять же, вы сказали про контейнеры, которые являются настоящим и ближайшим будущим для мировой транзитной системы, а в нашем случае нет. В Азербайджанском случае, и вообще, если честно, на территории бывшего Советского Союза, контейнеры – это малая часть бизнеса. А основная часть бизнеса – это насыпные грузы, другие типы грузов. То есть это такое большое наследие, которое нам осталось, и которое мы пока преодолеть не можем. А когда мы его не можем преодолеть, мы не можем расширять географию поставок. Ну вот пришло из России дерево или уголь на платформах или на углевозах, а дальше с ним же надо что-то делать, дальше его надо как-то переваливать, как-то его перерабатывать. И это все становится фактором. То есть это получается, что мы слишком часто, как говорится, между собой занимаемся вместо того, чтобы расширить географию. А что для этого нужно поменять? Если честно, необходимо преодолеть в том числе и субъективный фактор. То есть станционный смотритель, железнодорожник, он не должен по утрам просыпаться и думать, кого он в очереди первым поставит, а кого в зад, кого в последнем. Он должен думать о том, как увеличить количество груза, которое он пропустит. То есть по большому счету я, например, ожидаю, что терминальщик или станционный смотритель, когда увидит груз, он скажет, что сделаю. А уже как? Будет сидеть и думать. Какую оптимизацию, ремонт, что там с подачей переделывать, что-то с вагонами придумать и так далее. То есть будет хорошо, когда железнодорожники на все запросы от карго-владельцев, карго-обладателей будут говорить, сделаем. Как? Придумаем. Ну, вот тогда работа пойдет. А пока автомобили работают лучше, чем железка. Это надо понять. Я могу дополнить, вот тоже, по поводу той же ТЛЦ, например, Астара, да, вот железнодорожный. Допустим, один путь только заходит на ТЛЦ. Естественно, этого недостаточно. Пока проходит перевалка грузов из железнодорожного транспорта на автомобильный, но пока из-за отсутствия Решта-Старой участка, естественно, это происходит. И надо растаможить весь состав. Если какие-то проволочки возникают в части оформления документов с одним из вагонов, а какой-то маневренности не существует. Об этом мы тоже говорили с руководителем ТЛЦ Астаринской. Понятно, что в планах есть, конечно же, еще один путь построится для того, чтобы было некие маневры и возможности выгружать сразу несколько составов. Но сейчас, конечно же, из-за этого скапливается достаточно большая очередь из составов железнодорожных. Проблемы есть. Их приходится буквально в ручном режиме решать, если честно. А вот по поводу этого участка Решта-Стара в Иране, который действительно недостающий участок, который уже много-много лет не может Иран построить, ведь сейчас как раз уже ведется строительство при помощи России. Как вы считаете, после сдачи этого участка, в принципе, участок же не такой большой, насколько существенный будет толчок для развития коридора Север-Юг? Ну, вы знаете, у нас и в Бакинской декларации предусмотрено увеличение грузопотока по этому маршруту до 15 миллионов тонн. Даже называются цифры иногда гораздо больше. Но хотя тут нужно понимать и потенциал Азербайджана, потому что тоже он несколько ограничен в железной дороге. Все-таки тоже иногда бывает и перегружено. Ну, я прокомментирую, что на самом деле ключевым вопросом является непропускная способность азербайджанской железной дороги, которая была построена с определенным запасом в советское время. То есть это была такая специфика советского планирования железных дорог. Для меня в данном маршруте основным вопросом является реальная пропускная способность иранских железных дорог после Решта тоже. Это все большие вопросы, и они требуют, знаете, как такого очень последовательного решения и серьезного изменения ментальности. То есть это неизбежно. Ну, я тоже... Хотя замечание правильное. Всегда нужно, знаете, как в логистике какая проблема? Твой маршрут пропускает столько, сколько пропускает твое самое узкое место. Вне зависимости, что ты сделаешь. Ну, сейчас же ведется расширение многих маршрутов. Допустим, Баку-Тбилисикар, тот же, до этого не было потребности в большом количестве грузов, был 1 миллион тонн, недавно было расширено до 5 миллионов тонн. То же самое, я думаю, и в случае север-юг, это будет поэтапно расширяться. В России тоже заинтересованы Баку-Тбилисикар, как ни странно. То есть если как-то изначально это рассматривалось, может быть, как какой-то такой в обход России маршрут, то сейчас несколько восприятий его изменилось. Вот на сегодняшний момент мы тоже его рассматриваем как потенциалы для российских грузов. Очень хороший потенциал и выход как раз в Азово-Черноморский бассейн. Потому что да, линии Азово-Черноморского бассейна, они на сегодняшний момент несколько перегружены, и даже морские перевозки не справляются с потоком грузов. А здесь, пожалуйста, это в помощь России. То есть это будет сопряжение двух маршрутов? Да, фактически да. То есть уже говорить о какой-то одной линии, то есть вот он север-юг у нас, так сказать, север на юг, не совсем. Тут уже как бы большая река, в которую много ручьев. А с какими еще маршрутами, такими большими маршрутами, можно обеспечить сопряжение маршрута север-юг? Я имею в виду как по территории России, так и в принципе международный маршрут. Допустим, вот китайская инициатива пояса и пути, интересная инициатива. Можно ли как-то их соединить? Да, Елена, мы тоже постоянно рассматриваем этот вариант. Конечно, потому что у России, вот небольшую предысторию расскажу, да, когда еще три года, четыре года назад обратили внимание на север-юг. И вообще и Министерство транспорта Российской Федерации предполагали, была такая у нас карта десяти маршрутов транспортных, десяти транспортных коридоров. То есть как бы ориентировались на них. Потом понятно, что геополитическая ситуация несколько изменилась. И в принципе из основных направлений сейчас осталось три. Это вот тот самый любимый нами север-юг, да, Азово-Черноморский бассейн, Азово-Черноморское направление и восток-запад. И вот как раз вот восток-запад, и вот на примере Бакут-Белесикарс, я вам в том числе говорю о том, что можно, да, и север-юг совместить с рядом маршрута, частью маршрута того же восточного направления. Да, я знаю, что вот Азербайджанская Республика, во время поездки мы общались много, они уже говорят, что китайские грузы пошли по этому направлению, да, и с участием морского пути, морской части пути, да, так сказать, с выходом на железные дороги. И автомобильным даже транспортом, как ни странно, китайские грузы тоже возятся. То есть это опять говорит о том, что автомобильное, ну, так сказать, движение и автомобильные грузоперевозки занимают очень большую, да. Они большую роль им играют. Я думаю, что нам надо на автомобилистов, на грузоперевозчиков автомобильных смотреть, как на прокладывающих маршруты. То есть если азербайджанский грузовик начал из Китая возить груз через Казахстан, Россию в Азербайджан или еще в третью страну, значит он что-то там увидел. А уже, так скажем, государственные компании, государственные перевозчики типа железных дорог, они должны посчитать, посмотреть и как бы увидеть, что там что-то есть. Потому что, я вам честно скажу, грузовик увидит деньги быстрее, чем железнодорожник. Он так работает. Это его философия, это его логика. И в этом смысле они как, ну, знаете, как, когда пускаешь людей, чтобы они сами в парке дорожку провожили, а потом ты сверху ее таметом закроешь. Вот, прилично так надо на это смотреть. А БТК, да, БТК это технически в данный момент единственная точка соединения, так скажем, да, того, что называется железными дорогами СНГ, железнодорожной системой Турции. И в этом его большое стратегическое значение, о котором на самом деле так особо не говорят. Да, ну на самом деле, будем надеяться, что в ближайшее время это может измениться, с учетом того, что вот по итогам 44-дневной войны были подписаны соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые предполагают как раз разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, то есть строительство Зангизурского коридора. Вот как вы считаете, если и когда это наконец состоится, можно ли будет как-то интегрировать вот эти два маршрута, то есть Зангизурский коридор и Север-Юг? Ну, с вашего разрешения, я ранее сказал о том, что ветка Алят-Астара не имела транзитного значения, так скажем, в достославные времена, как это говорится. Но дело в том, что транзитным значением обладала ветка Алят-Мегри-Джульфа-Иран. И на самом деле логикой маршрута Север-Юг в те годы обладал тот маршрут, который мы сегодня называем Зангизурским коридором. И по этому маршруту шли значительные объемы. Когда я смотрел статистику, в среднем в 80-е годы по этому маршруту проходило 4-5 миллионов тонн грузов из Советского Союза в Иран с различными совершенно точками назначения. И в этом смысле, в тот момент, когда решение по Зангизурскому коридору будет достигнуто, мы будем иметь действительно альтернативную и широкую сетку для транзита во всех направлениях. И из него родится много маршрутов. Не один или два, а несколько. — Эмиль Малим говорил о том, что сейчас, по сути, Север-Юг — это три маршрута. Вы, наверное, имели в виду западное побережье, восточное побережье и по Каспийскому морю. Как Вы считаете, в перспективе достаточно ли будет грузов, чтобы наполнить все эти три маршрута? Вообще, стоит ли нам бояться развития каких-то альтернативных маршрутов в рамках Север-Юг? Или, в принципе, можно параллельно это все развивать? — Ну, сейчас, если по-честному, да, действительно, Россия тоже рассматривает западный маршрут, транскаспийский и восточный. Мы их так вот называем и оценку обычно проводим по этим трем направлениям. Ну, для как раз экономической какой-то целесообразности, для понимания того, что по ним происходит по этим маршрутам. Ну, по поводу формирования грузопотока. Конечно, сейчас обратной загрузки пока не хватает, это надо признать. Вот. И контейнерный тот же наш маршрут восточный до порта Бандарабас, он проходит сейчас раскатку. Понятно, что в направлении порта, в направлении Персидского залива грузопоток идет, но вместе с тем в обратном направлении, конечно, пока еще явная нехватка грузов. Вот. Поэтому мы и готовы подтягивать наших партнеров, и арабские страны, я вам уже сказала, и африканские, и Индию в том числе, конечно, и привлекательно для увеличения этого грузопотока, грузооборота. Все правильно коллега сказал про Джульфу. Тоже полностью поддерживаю и Зангизурский коридор. Конечно, Россия сейчас тоже выступает за открытие его, за развитие в том числе. Потому что, ну, маршрут — это в любом случае экономика. Это, в конце концов, это продовольственная безопасность наших стран в том числе. И будет ли грузопоток? Ну, я уверена, что будет. Понимаете, какие-то маршруты необходимо разгрузить. Вот. У России сталкивается с восточным направлением, оно у нас крайне перегружено, да. И, возможно, как раз вот те самые новые возможности откроются для того, чтобы несколько перераспределить потоки. Почему нет? Это все идет на благо населения, на благо нашим странам. Емель Марин, ну и, наверное, последний вопрос будет к вам. У нас уже эфирное время подходит к концу, поэтому прошу краткого ответа. Мы в основном сегодня говорили про транзит. Как вы считаете, Азербайджан может ли использовать этот маршрут для экспорта своих грузов в перспективе? Вообще, насколько это удобный маршрут для Азербайджана в плане экспорта? Абсолютно, да. То есть, если вы посмотрите наше экспортное направление, север-юг совпадает с одним из них и частично пересекается. И в этом смысле наш экспорт – это решение части вопроса обратной загрузки. То есть, не всей, но, как минимум, ее части. А это означает конкурентные тарифы. Почему? Потому что обратная загрузка – это по определению что-то, с чем ты можешь играться в ценах, в цене, в конкурентности и так далее. То есть, это могут быть и решения типа группажа, когда на азербайджанской территории собираются составы, в которые не только азербайджанские продукты, но и продукты из соседних стран. То есть, есть миллион решений. И нам надо помнить, что наша страна и наш регион, он органически мультимодальный. И каждый раз, когда мы раскатываем маршрут, мы должны думать о всех вариантах. С корабля на железку, с железки на грузовик и так далее. То есть, в этой гибкости будут рождаться оптимальные решения. Причем, эти решения, они очень часто имеют смысл, чтобы работали параллельно тоже. А азербайджану надо пользоваться транзитом для того, чтобы развивать экспорт, а экспортом для того, чтобы развивать транзит. Потому что это две вещи, которые друг другу помогают. Они повышают конкурентность и того, и другого. Спасибо большое. Цифру, может быть, добавить. Потому что я знаю, что в 2023 году увеличение поставок продукции из Азербайджана в Россию произошло буквально на 30%. То есть, это тоже хороший показатель для нас. У нас очень хорошо растет из года в год. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня были Эмиль Меджидов, партнер компании «Ротас Консалтинг» и Наталья Задонская, начальник отдела международного взаимодействия и логистики, автономной некоммерческой организации, дирекции международных транспортных коридоров. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о сотрудничестве Азербайджана и России в рамках коридора «Север-Юг». На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания.